Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Улправда.ру. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Сергей Морозов нашел родственника в Теренгульском районе. У АЗа – мирный атом нанотехнологии. Какая продукция из Ульяновской области заинтересовала иностранцев? В Ульяновске расширят направление реализации социальных контрактов. Героями не рождаются. Сергей Морозов наградил бригаду скорой помощи, которая спасла шесть человек от отравления угарным газом. Рыбаки и местные жители села Солдатская отошла, беспокойны с загрязнением искусственного пруда. За помощью они обратились к губернатору Ульяновской области. Глава региона дал поручение пруд очистить. Накануне Сергей Морозов сам выехал в Теренгульский район, чтобы лучше ознакомиться со сложившейся ситуацией на водоеме. Уже на месте его ожидал сюрприз. Еще неделю назад искусственный водоем на окраине села Солдатская отошла Теренгульского района утопал в грязи. А пройти к озеру было невозможно. Тревогу забили местные рыбаки. Чтобы спасти родник, за помощью они напрямую обратились к губернатору. Сегодня рабочая группа Минприроды совместно с лесничеством и местными жителями приводит озеро в чувство, очищая зеркало пруда, отрязки и роголистника. Мы убрали сухие аварийные деревья в круговую, вокруг всего водоема. Мы почистили тропы и убрали кустарники вокруг тропы, сделали их проходимыми для рыбаков, для местного населения. Убрали несколько микро-несанкционированных свалок. Экологическая акция по спасению водоема продлится до августа. Проконтролировать процесс реабилитации накануне приехал и сам глава региона. Но начал он не с осмотра, а с подарков для местной ребятни. Вообще читал «Маленький принц»? Обалденная книжка. Это самая любимая книжка всех детей и взрослых. Прочитай. Вот реально я ее сейчас сделал еще раз читать. Обладатель «Маленького принца» неожиданно сделал заявление. Губернатор Леновской области – его родственник. По крайней мере, так утверждает его бабушка. Сергей Иванович был приятно удивлен. У людей здесь должно быть максимально комфортные условия. Ну и третий, так сказать, вот он стоит. Молодой человек, который говорит о том, что мы с ним родственники. У него вроде и квартира есть в Ульяновске, но говорит, я с гордостью говорю о том, что живу я в Ташле и вообще я Ташлинский, да? Да. После общения с родственником беседа состоялась с рыбаками и инициативными жителями села. Вместе они пришли к единому мнению по способу очистки пруда. Летом справятся своими силами. К зиме пригонят технику, чтобы пруд полностью вычистить и углубить. А уже весной запустят воду и рыбу, карпов и карасей, коренных жителей водоема. Полноценно, 100%. Там его надо, естественно, полночь очистить. Хотя там идет вот только маленькое одно есть, но там к нему вода приведена, вот к этим жильцам. Она идет по дну этого пруда. Ну это ничего страшного. Но его очистить надо, знаешь, и хотя бы даже углубить. Потому что мы его тогда, я сам его делал, этот пруд. В общем, задача номер один, тот пруд привезти для того, чтобы там и взрослые, и ребята, там дети получали огромное удовольствие от общения с природой и от общения с водой. Тем более, что это все равно в любом случае хорошо ложится в нашу программу очистки водоемов. Тем более, родниковые. Мы тут заодно и родники почистим. Приводят в порядок озеро и жители соседнего муниципалитета. Об очистке водоема в селе Красная Балтия доложил глава Кузоватовского района, с которым Сергей Морозов встретился во время рабочего визита в Ташлу. Вы давали поручение по просьбе тоже жителей Красного Балтия попробовать очистить то озеро, которое является символом, памятником природы. И буквально 6 на 7 число июля проходил хороший праздник Лига. В общем-то 60, почти 70 процентов этого озера уже очищено совместными усилиями. Отчитался Александр Вильчик и по ситуации с газом. Сегодня Кузоватовский район газифицирован на 90 процентов. Голубое топливо осталось провести в дома жителей Спешнинского сельского поселения. А это 7 населенных пунктов. Разработано было техническое задание и за первые полугодия 2018 года уже разработана проектная смертная документация и получено положительное заключение госэкспертизы по трем населенным пунктам. Екатериновка, Первомайск и Спешник. У нас остается через две недели получить положительное заключение госэкспертизы на 4-й населенный пункт. Таким образом, весь Кузоватовский район перейдет на газ в течение двух лет. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ из Теренгульского района. 11 июля губернатор Сергей Морозов с руководителем фракции «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным проконтролировал ход ремонта в Ленинском мемориале. Там же обсудили меры по дальнейшему восстановлению культурного наследия Ленина и меры финансовой поддержки социальной сферы. В областном правительстве продолжается серия встреч с депутатами законодательного собрания. Главная тема – перераспределение средств, поступивших в региональный бюджет. С лидером коммунистов России Максимом Сурайкиным Сергей Морозов встретился в Ленинском мемориале. Максим Сурайкин выступил с предложением разработать отдельные программы социальной защиты малоимущих и многодетных семей, а также создать центр паспортизации малообеспеченных семей для учета таких категорий граждан. Для этого по поручению губернатора будет проведена ревизия каждой семьи. Осмотрели и само здание Ленинского мемориала, в котором проходит ремонтно-реставрационной работы. Напомним, что именно благодаря активной позиции лидера коммунистов России в 2018 году регион получил 2 миллиарда рублей федеральных средств на ремонт мемориала. Мы очень бережно относимся и к стенам, и одновременно еще более бережно относимся к экспозициям. Вот они здесь все находятся. Поэтому я хочу вас еще раз официально заверить, что мы не собираемся ничего здесь демонтировать, убирать и прятать. В настоящее время проводится монтаж строительных лесов. Получено разрешение на проведение работ по дополнительному обследованию конструкции здания. Проводятся испытания стен. По предложению фракции также приведут достойное состояние все памятники Владимиру Ильичу Ленину, находящиеся на территории региона. В Моркомитете мы обсуждаем состояние памятников Ленину в области. У нас там были 100 штук. Ряд из них, часть из них является вообще историко-культурным наследием, памятниками архитектуры. Но, к сожалению, они все стоят на балансах муниципальных образований, а у них нет средств в бюджете. Это на самом деле небольшие средства в целом. И есть единственный выход, чтобы мы к 150-летию в начале мы провели их в порядок, сделать отдельную программу межбюджетных трансферов. Будет проведена инвентаризация, расчет необходимой суммы средств, которую нужно учесть при формировании бюджета на 2020 год. В Ульяновской области планируется расширить направление реализации социальных контрактов. Такую задачу поставил 11 июля губернатор Сергей Морозов на совещании по обсуждению мер соцподдержки населения, направленных на снижение уровня бедности. Мероприятие прошло в рамках недели национального проекта «Демография». Почти 300 тысяч жителей Ульяновской области получат различные социальные выплаты до конца этого года. Полученные средства ульяновцы будут направлять на развитие личного подсобного хозяйства или бизнеса. Прорабатывается вопрос использования контрактов для развития самозанятости в сферах торговли, транспортного обслуживания, бухучета, косметологии, в том числе через обучение и переподготовку за счет средств предоставляемой помощи. Ульяновскую область посетили торговые представители России в иностранных государствах с целью оценить продукцию, выпускающуюся у нас, как возможный российский экспорт в другие страны. Экскурсии по заводам, знакомство с организациями и предприятиями, личная оценка качества, встречи с руководством нашей области. Мероприятия должны помочь Ульяновску стать еще более активным участником глобальной торговли. В современной жизни качество не всегда залог торгового успеха на мировом рынке. Все ниши так или иначе заняты, поэтому все чаще можно услышать словосочетание «завоевать рынок». Конечно, такие войны ведутся бескровно, однако их успех гораздо важнее военного. Всем знакомо слово «санкции», «эмбарго» и «таможенная пошлина». Это сегодня самое страшное экономическое оружие. Наш регион захватывает рынки мирным экономическим путем. И главный двигатель здесь – реклама. Отсюда встреча с торговыми представителями, людьми, продвигающими российскую продукцию на мировые рынки. Вещь ослопполагающая. Благодаря усилиям губернатора Сергея Ивановича Морозова и его команды, регион сейчас пишет новую историю, историю как культурную, так и экономическую, которая, наверное, еще более интересна для вас с точки зрения профессионального наполнения. Гости остались довольны не только приемом, но и производствами. Кое-что даже присмотрели, например, для Кубы. Смотреть, какие есть ниши для того, чтобы продвигать продукцию ваших предприятий, вашей экономики на внешние рынки. Ну, что касается Кубы, мне думается, что надо посмотреть на продукцию таких предприятий, как УАЗ, в первую очередь, потому что УАЗики, так сказать, они там бегают. Команду вашего губернатора мы знаем хорошо, Сергея Ивановича знаем лично, в лицо. Он всегда принимает участие в мероприятиях. И, я думаю, такая открытость его и дает возможность региону привлекать инвесторов как с финансовой точки зрения, так и с технологической точки зрения. Регион интересный не только с точки зрения географического расположения, но и с сильной промышленной базой, которая развивается. Машиностроение, нанокластер, исследование мирного атома. 73-й регион вызывает неподдельный интерес у разных стран. Мы экспортируем свою продукцию в Румынию, в Молдову, Белоруссию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Сербию. Однозначно для многих ульяновских производителей вчерашние мероприятия откроют новые горизонты. Всероссийская неделя торговых представительств для Ульянской области не пройдет даром. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Награды нашла своих героев. Сергей Морозов наградил и лично поблагодарил бригаду скорой помощи, которая спасла 6 человек от отравления угарным газом. Напомним, инцидент прошел 17 июня в одном из многоквартирных домов Заволжья. Если бы неслаженная работа медиков, спасти 5 взрослых и одного ребенка, находящихся в квартире, не удалось. Они выполняли свой профессиональный долг и спасли жизни 6 людям, включая ребенка. 17 июня на Ульяновскую станцию скорой медицинской помощи поступил звонок. Женщина из Заволжского района потеряла сознание из-за проблем сердца. На место спустя несколько минут приехала бригада скорой помощи. Но, как оказалось, госпитализация потребовалась не только пациентке, а почти всем находившимся в тот момент в квартире людям. И дело было не в главной мышце тела. Там еще находилась семья друзей, бабушка в этой квартире и ребенок. Мы женщину начали обследовать, осмотрели, стали снимать кардиограмму. В это время закричали, что в соседней комнате плохо ребенку. Дальше сознание терять стали по очереди. Одной бригаде медиков справляться стало тяжело. Вызвали подмогу, а заодно бригаду МЧС. Сотрудники скорой помощи почувствовали неладное. Во рту стал появляться сладкий привкус. Подозрение на отравление. Пока ждали остальных, врач-анестезиолог не растерялась. Квартир открыл Настюш все окна. Девочку отлислив в реанимобиль. Кто был в сознании, вывели на улицу. Остальные госпитализировали по мере прибытия машин. Из опасной квартиры всех вывели за 8 минут. Мы поняли, что это отравление газом. Но только каким газом, мы не могли сначала понять. Потому что никакого запаха нигде нет. И о том, что это газ именно угарный, даже мыслей этого сначала не было вообще. И ребенка, когда мы дали ей кислород в машине, она когда уже в себя начала приходить, потом уже начала осмыслить, что возможно, что это угарный газ. Вместе с Ниной Богдашкиной в ту ночь здесь спасали медсестра Валентина Афанасьева и медбрат Вячеслав Касалинский. В одной бригаде работают уже 33 года. Сами себя не героями не считают. С их слов просто делали свою работу. А вот вся команда станции Ульяновской скорой медицинской помощи коллегами гордится. Хочу, так скажем, очень порадоваться за то, что у нас есть в наших рядах такие сотрудники. Сработано было очень профессионально, очень грамотно. Сделано было все, что необходимо в данном конкретном случае, в данной конкретной ситуации. Губернатор Ульяновской области посчитал должным героическую бригаду скорой помощи наградить лично. Церемония награждения благодарственными письмами прошла в здании центральной станции. Конечно, хочу вас поблагодарить за правильно выбранную профессию, которая, может быть, я хотел бы, и, может быть, так и есть, дала возможность вашим детям, внукам повторить ваш подвиг. Вашу работу уже нельзя назвать работой, потому что каждый из вас является уже примером для нас, для всех. Глава региона также обсудил с бригадой в присутствии регионального министра здравоохранения условия работы и технические возможности, которыми владеют медицинские сотрудники. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В Ульяновске с 13 по 15 июля изменится движение трамвайных маршрутов номер 4 и 22. Это связано с проведением работ по замене рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Роза Люксембург и Тимирязева. С 8 утра 13 июля до 6 утра 15 июля движение трамваев будет закрыто на участке улицы Радищева от остановки Северный Венец до Роза Люксембург. Конечной остановкой для трамваев 22 маршрута станет Северный Венец. Трамваи по маршруту номер 4 будут курсировать по улицам Марата и Верхнеполевая. В центре Ульяновска будут проводиться ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим будет временно ограничено движение транспортных средств с 12 ночи 13 июля до 12 ночи 15 июля по улице Карла Липнехта от улицы Гончарова до улицы Александра Матросова в Ленинском районе Ульяновска. Продумайте свой маршрут заранее. Предстоящие выходные в Ульяновской области ожидается пасмурная погода, местами кратковременной дождь и гроза. Ветер ожидается юго-западный до 12 метров в секунду. При грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура плюс 21, плюс 26. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. Хороших выходных!